Вместо рук и ног невероятная сила воли. Бобруйск посетил мотивационный спикер Алексей Талай. У меня, как только он начал говорить, были мурашки по коже. В чем смысл жизни? Губительный бизнес в Витебской области задержали международного курьера. Вещества передувались более мелким сбытчикам. Сколько стоит свобода? Предновогодний вайб. В Бобруйске вовсю идет подготовка к Новому году. Настроение хорошее, готовимся, как всегда. Где лучшие локации для селфи? А также экономика будущего, безопасность в каждый дом и дополнительное время. В стране продлили кампанию по вакцинации, кому нужно поторопиться за уколом иммунитета. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Спикер-мотиватор, параолимпиец, успешный предприниматель, учредитель благотворительного фонда, счастливый многодетный отец. Все это про Алексея Талая. Белорусский Ник Вучич приехал в Бобруйск, чтобы своим примером показать. Безвыходных ситуаций не существует. Со знаменитостью встретилась Юлия Вернер. Алексей Талай рос обычным ребенком. Детские забавы, игры с друзьями, множество увлечений и светлое будущее впереди. Но 8 мая 1999-го трагедия разрушила все планы. Юноша оказался рядом с костром, разведенным на том месте, где более полувека лежала мина. После этого, выдержав не один удар судьбы, Алексей Талай личным примером ежедневно вдохновляет тысячи людей по всему миру. Это счастье, это большая радость и мотивация, когда видишь, что человек меняется на глазах, столкнувшись с историей преодоления того, что пережито было их соотечественником, паралимпийцем. И они начинают скрывать в себе какие-то новые грани мира, понимания своего места под солнцем, ответственности за семьи, за своих родителей, за своих братиков и сестренок. Это важно. На встречу с белорусским ником Вуйчичем в Бобруйске приходят десятки зрителей. Беда не смогла сломить дух. Алексей Талай научился принимать нового себя и любить жизнь. Долгий и тернистый путь помог понять мужчине, его долг помочь ближнему. В 2018-м появился благотворительный фонд, главная задача которого – оказать поддержку тем, кому она необходима. Организация сотрудничает с инвалидами и тяжелобольными, детьми-сиротами, людьми со сложной жизненной ситуацией. Безусловно, такой человек, как Алексей Константинович Талай – это показатель смелости, храбрости, показатель в первую очередь стойкости. Потому что даже несмотря на ситуацию, которая с ним произошла, он нашел в себе силы создать свой фонд, стать многократным чемпионом мира, стать прекрасным спикером и лидером. Алексей Талай на собственном примере доказывает – нет ничего невозможного. Большую часть жизни посвящает плаванию. На Паралимпийских играх в Италии в 2018-м Алексей Талай завоевывает две золотые медали. А в следующем году на Кубке мира в Берлине берет призовые места. Мне очень трогательно было. У меня, как только он начал говорить, были мурашки по коже. Я таких людей редко очень вижу. Мне очень понравилось интервью, так сказать, о том, как Алексей рассказал о своей жизни и, в общем, как он справлялся со всеми трудностями. Сила духа. Каждый человек регулярно сталкивается со всевозможными преградами. Иногда хочется опустить руки и сдаться. Но Алексей Талай подает всем отличный пример. Чтобы не произошло в жизни, она продолжается. Какой бы ситуация ни казалась безвыходной. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Цена свободы. На въезде в Беларусь задержан международный курьер. В салоне автомобиля обнаружено около трех килограмм особо опасного психотропа. Несколько месяцев он работал на наркомаркет, доставлял и распространял вещества из России. Ранее мужчина уже был судим за сбыт. Вещества передавались более мелким сбытчикам, длиннейшего распространения. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Ледяной контроль. ГАИ с 1 декабря штрафует тех, кто не переобулов тон. Использование зимних шин с декабря носит уже не рекомендательный характер, а сигнал к действию. В первую очередь это вопрос безопасности. Водителям на летней резине с календарного начала зимы придется на первый раз заплатить 37 рублей. Повторно в течение года от 74 до 185. Также напоминаем, по 5 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию под названием «Меняй свой стиль на зимний», направленную на профилактику ДТП в зимних условиях, пропаганду использования зимних шин. Кроме этого, ГАИ рекомендует переходить на безопасный стиль вождения, не превышать скорость, избегать необдуманных маневров и резких торможений, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Перспективные сферы, новые нормы и высокий спрос. Почти все места забронированы в санаториях страны на новогодние праздники. Чем так манит синякое? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Компания по вакцинации против гриппа продлевается до конца декабря. Укол иммунитета можно сделать как бесплатно, так и платно. В первую очередь прививаться следует тем, кто находится в группе риска. Это дети, люди с хроническими заболеваниями, лица старше 65 и медработники. В поликлиниках представлены трехвалентная вакцина российского производства, а также французская и швейцарская четырехвалентная. Финансирование госпрограммы о наукоемких технологиях и технике увеличится почти на 121 миллион рублей. Ранее в планах было 356. Инициатива рассчитана до 2025 и направлена на развитие самых главных сфер новой экономики. Это атомная энергетика, космическая деятельность, электромобилестроение и биотехнологическая фармацевтика. Профилактика пожара в частных домах проводится в стране. С наступлением холодов спасатели отправляются в рейды, чтобы предупредить происшествия. Упор сделан прежде всего на пожилых людях. Некоторые не следят за исправностью печей и не чистят дымоходы, а это может привести к печальным последствиям. Минздрав изменил список медицинских противопоказаний для водителей. Нормы скорректировали для тех, у кого имелись психические и поведенческие расстройства по причине употребления алкоголя и запрещенных веществ. Ранее такие граждане допускались к вождению, если у них имелась стойкая ремиссия. Сейчас они могут сесть за руль после прекращения диспансерного наблюдения. 94% места забронированы на новогодние праздники в санаториях с Синеокой. Белорусские дома отдыха и оздоровления подготовили для гостей насыщенную программу. Концерты с участием звезд эстрады, встречи со сказочными персонажами, мастер-классы и спортивно-массовые акции. Всего здравницы страны планируют принять 24 тысячи человек. Встреча на все сто в Бобруйске проходит пленум Центрального совета БРПО. Город на Березине гостеприимно принимает представителей всех регионов страны. На повестке ряд важных тем. Среди них взаимодействие БРСМ и пионерии, кадровые и финансовые вопросы. В преддверии всеми любимого праздника Нового года стороной не обошли и обсуждение проведения Всебелорусской пионерской елки. Повестка очень насыщена. Мы не только знакомимся с деятельностью нашего районного совета БРПО, смотрим передовой опыт наших дружин пионерских, которые работают на базе учреждений образования, но и, безусловно, очень важно принимаем решения по дальнейшей деятельности. Нам очень важно принимать пленум Центрального совета, потому что это долгожданный пленум. Мы его очень ждали. А также в городе существует детская палата. Они мечтали встретиться с лидером пионерской организации, посмотреть, поговорить о том, как работает вообще пионерская республиканская организация, какие-то личные вопросы задавать. Бобруйская пионерская организация в 2022-м стала лидером в областном конкурсе «Лучший территориальный совет». Всего красно-зеленый галстук в городе гордо носит более 18 тысяч мальчишек и девчонок. На плечах таких активных, инициативных ребят – ответственность за будущее нашей страны. Сказка наяву. В Бобруйске вовсю идет подготовка к Новому году. Уже вечером зажигаются сотни огоньков. Совсем скоро их станет в разы больше. Город превращается в настоящую сказку. В этом году бобруйчан ждут сюрпризы. А пока их готовят, можно создать новогоднее настроение самим – украсить дом, купить мандарины и смотреть рождественские фильмы. Снег, зима, уже становится весело, ощущения есть. Каждый раз все красивее становится. Площадь Ленина у нас красиво украшена, готовится елка. Вот посмотрим, какая у нас елка будет красивая в этом году. Настроение хорошее, готовимся, как всегда. Мы с друзьями украшаем каждый год наш глаз. Алла Аркадьевна дает вырезать всем фигурки такие и на окна вешать. Подругу взяла свою, пошли погулять, и снег, и все. И вот мы шли, я говорю, давай еще зайдем, так красиво. Вот увидел, создается ощущение праздника. Вближение Нового года чувствуется. Более 950 елочных базаров откроются в стране к праздникам. Стоимость одного новогоднего дерева от 7 до 37 рублей. Цена будет зависеть от регионной высоты. Продавать зеленых красавиц будут и в катках от 20 до 30 рублей. Ценник на елочные букеты от 4. Также в торговых объектах уже в ассортименте более 100 наименований искусственных деревьев. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!